Циратозавр, с греческого переводится рогатый ящер, рогатая ящерица, хищные динозавры, юрский период, 156 по 145 миллионов лет назад. Единственный вид из этого рода циратозавров, это циратозаврус назикорнис. Типовой экземпляр открыт в США, 1884 год, когда вообще многих динозавров открывали, именно в Америке они были популярны в конце 19 века. Описал палеонтолог Отниел Чарльз Марш, довольно известный, довольно много он описывал в конце 19 века. Бипедальный динозавр, то есть ходил на двух ногах, были сильные задние конечности, а передние были редуцированы. То есть в этом плане немножко человека напоминал, и видимо поэтому его любят на всяких картинках показывать, этого двуногого. Но он хищник был на самом деле. Самый крупный был длиной 7 метров из этих циратозавров. После находки первого образца, который был 1884 год, сделали его реконструкцию. Он был где-то около 7 метров в длину. Довольно долго ничего не находили, но потом нашли довольно сохранившиеся скелеты, а также фрагменты в США. И за пределами Северной Америки, германская экспедиция, о которой я рассказывал, в Танзании открыла много динозавров, в том числе обнаружили там и этого циратозавра. То есть получается он вообще по всем континентам был, был распространенный хищник по всей Земле. Кроме того, его нашли в Португалии, и довольно долго спорили, как он там в Португалии появился. В Португалии нашли в 21 веке, уже 2008 год. Строение тела, ну вот бипедальные, как я уже говорил, маленькие передние конечности, мощные задние лапы. Размеры вот и в 9 метров оценивали, и в 5 метров оценивали. Дело в том, что неполные скелеты, и точно так же в принципе и вес. То есть 670 килограммов максимальная оценка, и 275 минимальная. В принципе два вида даже их описывали, магникорнис и дентисулькатус. И магникорнис поменьше, а дентисулькатус побольше. Точно так же полностью позвоночник неизвестен, поэтому точное количество позвонков непонятно. Крестец 6 слитых позвонков, в хвосте не менее 50 позвонков было, и хвост составлял около половины длины тела. По всей видимости хвостом мог он отталкиваться при движении вперед. Ну и вообще хвост у него уравновешивал тело. Основной смысл хвоста в том, что это баланс был, чтобы он не падал вперед. Имелась кисть, правда не нашли кости запястья и предполагали, что у них не было запястья. На кисти у него 4 пальца было, вот на этой самой передней руке это его. Но 4 палец был редуцирован, то есть 3 больших и 1 маленький, как я понимаю. Ступня состояла из 3 пальцев на ступне. Первый палец был обычно редуцирован у таких вот и земли не касался. Но полностью ступни не нашли, сколько точно там, как там пальцы выглядели непонятно тоже совсем. Череп довольно большой был, то что и хищникам надо планировать, вообще мозг у него был довольно развитый. Длина черепа в типовом образце 62 сантиметра, ну и вообще у других тоже примерно 60 сантиметров. То есть полуметровый череп большой. Челюсти были крепкими, высокими, поддерживали большие зубы достаточно. Ну и самое отличительное у царатозавра, почему его так и назвали, это рог. У него на средней линии черепа за ноздрями был рог. Известно костное ядро этого рога, кератиновая оболочка, ну и в общем даже 3 рога там было. То есть один крупный рог, а два поменьше, насколько я понимаю. Зубы по 15 зубов. Естественно, хищник были достаточно длинные зубы. Первые 8 зубов длинные, остальные поменьше. То есть первыми зубами разрывал мясо и остальными перетирал, соответственно. Систематически именно у царатозавра обнаружили слитые кости таза. То есть у него таз был как у птиц. Поэтому длительно считали, что от него, собственно, птицы произошли. И тем самым отличался, допустим, от аллозавра, мегаллозавра и так далее. Ну естественно, это была не птица далеко, это был крупный хищник, 7 метровый. Ну и с тех пор, в общем-то, дискуссии идут, как там птицы к этим царатозаврам относятся. Потому что единственное, что их там объединяет, это именно строение таза, а все остальное другое. Ну в общем считается, что рано царатозавры отделились от того дерева эволюционного, которое в итоге к птицам привело. Также находят много похожих на них. Называют процаратозавры такие, короче, тоже с рогами, но не совсем царатозавры. Короче, вот есть определенные дискуссии по поводу положения систематики. Что касается экологии и питания, то есть где жил. В Северной Америке все обнаружено в формации Моррисон, то есть в определенном только месте. В США только в одном месте обнаружили их. Там рядом имеются крупные другие динозавры, в том числе аллозавр, который тоже был хищником, более серьезным. В связи с этим выясняют, как же они все конкурировали. То есть примерно в одном месте, там, конечно, были диплодоки, то есть растительноядные всякие там тоже были, но там также много хищников. То есть, скорее всего, они конкурировали. Вот аллозавры, царатозавры, скорее всего, конкурировали вплоть до того, что ели друг друга. Ну и есть дискуссии, как, может быть, они занимали немножко разные экологические ниши, допустим, изучают их зубы. Ну, что касается царатозавров, там есть аллозавры двух видов, короткоголовые и длинноголовые. Вот зубы у царатозавра такие же, как у длинноголового аллозавра, из чего делают выводы, что, скорее всего, вот с длинноголовым он одним и тем же питался, с клыками, потому что они... Ну и аллозавр, вообще, самый серьезный там хищник был. Предполагают, возможно, они ели разные части, допустим, туши, чтобы как-то они расходились, то, что если бы они друг друга ели, они бы в одной экологической нише не удержались. Или если бы они ели одно и то же. Ну и предполагают, что вот большие размеры тоже приводят к снижению конкуренции между видами, потому что чем больше он размером, тем больше, соответственно, ему есть надо. Вот, поэтому, как бы, их мало, скорее всего, было, и поэтому мало конкурировали. Ну, сейчас считают, что цератозавры ели рыб, которые там кистеперых рыб еще достаточно много было, старых рыб, крокодилов они ели, и черепах впервые появившихся. И вообще говоря, по современным данным, цератозавр держался где-то возле реки, на болотах, примерно как современный крокодил. Ну, понятно, что он больше крокодила в пять раз, ну и поэтому, вот, вероятно, он там ел вот как раз крокодилов первых, черепах, там всяких каких-нибудь крупных земноводных, которые еще тогда были и так далее. А вот, что касается аллозавра, то он наблюдается и в сухопутных местах, и в реках, и, скорее всего, аллозавр был везде и ел также сухопутных динозавров. Где-то там рядом вот эти вот, которые ранее я описывал, брахиозавры, диплодоки тоже были, которые были растительноядные. Возможно, их, конечно, тоже ели вот хищные динозавры по типу цератозавра. Зачем ему рог, долго дискутировали. Первоначально считали, что он рогом бил, то есть это его оружие было, потому что большой рог у него на башке. Потом, в конце 20 века распространилось мнение, что рог использовался только при сражениях между самими цератозаврами и за самку. Всем известно, что ящерицы дерутся из-за самок постоянно, очевидно, динозавры тоже дрались. И вот сейчас предполагают, что рог использовался не для охоты, а вот когда у них были именно между собой вот эти драки, половые, вот там использовался рог. И картинки такие тоже рисуют, как они рогами дрались. Ну, также есть версия, что рог вообще не использовался, а просто показывался во всяких этих половых играх. Ящерицы тоже часто имеют всякие части тела яркие, которые они просто показывают друг другу, чтобы напугать. Вот, возможно, просто рог даже показывали. Судя по тому, что известно о его кисти, то вот о руке, рукой он мог хватать что-то. Вот, в то же время у некоторых вообще они адаптировались, у других динозавров, так что они руками даже и схватить ничего не могли. Но, скорее всего, вот этот мог, по крайней мере, схватить что-нибудь рукой. У типового экземпляра, у самого первого, который нашли, у него слитые кости плюсны. Однако, сейчас есть гипотеза, что просто больной динозавр. То есть, одна гипотеза, что слияние плюсневых костей было у всех цератозавров, и другая, что просто нашли какого-то вид такой ненормальный сам по себе. Окружала их, если формацию Моррисона, американскую брать, это где-то 156 миллионов лет назад. Там был полузасушливый такой район, где были сухие и влажные сезоны, как в Индии был сезон дождей и сезон сухой совершенно. Там было довольно много рек, болот, озер, где как раз в основном вот этот вот и жил. Там же в этой формации Моррисон были алатозавры, комарозавры, брагиозавры, диплодоки, то есть растительноядных динозавров там тоже достаточно много было. Птицетазовые динозавры, о которых чуть позже, видимо, поговорю, там, допустим, стегозавр там был. Ну и диплодоки на тех же участках находятся, то есть, вероятно, диплодоков они ели. Диплодоки были растительноядные. Значит, алатозавры и вот этот цератозавр они ели, соответственно. Больше всего все-таки там было алатозавра, и алатозавр доминировал как хищник. Он ел также и хищников других, то есть ел также, допустим, и цератозавры. Ну, также там имелись лучеперые рыбы, лягушки, саламандры, черепахи. Скорее всего, лягушек они ели, маленькие они были для них. Ящерицы мелкие там тоже были, конечно. Крокодилы там были, птерозавры там были, которые уже непосредственно предшественники птиц. Из растений там было довольно много грибов, мхов, хвощей, гинго там стояло. Были хвойные деревья по типу ароукарии современной, то есть, южноамериканской сосны. И были еще древовидные папоротники, еще сохранялись в то время. То есть, примерно вот на таком фоне они жили. Покрытосеменных не было, покрытосеменные все недавно появились. То есть, максимум, что там было, это вот ароукария. То есть, в принципе, сосна местная. По поводу Португалии. Португалия была вроде как островом. Почему-то в Португалии их тоже нашли. Поэтому спорят, каким образом они попали из Америки туда, в Португалию. Предполагаю, что, видимо, в какое-то время были сухопутные мосты. Атлантический океан был, но узкий был. Постепенно расходились Америка и Европа. Плавать эти ребята точно не могли. И корабли строить тоже. Значит, когда-то в какие-то периоды были сухопутные участки, по которым они переходили. Циратозавры из-за рога довольно популярен в массовой культуре. Во всяких фильмах про динозавров его изображают. В том числе, ранние фильмы, где якобы циратозавр охотился на пещерных людей. Конечно, такого не было. Потому что люди появились 2 миллиона лет назад. А этот парень был 150 миллионов лет назад. И с людьми никак не пересекался.